МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас давайте будем молиться и слушать слово. Отец, я прошу Тебя, чтобы Руоха Кодиш раскрыл наши сердца. Башем Ешуа Машеях. Выйти из Египта. Лацет мимитсраем. Выйти из Египта. Что это значит? Вы знаете, во времена, когда наши пра-пра-пра-отцы, то поколение, которое осталось после Иосифа, жило в Египте, Египет представлял из себя нечто очень крутое. Это была митсраем супердержава, суперимперия. С громадными технологиями, многие из которых мы до сегодняшнего дня не можем понять. Я иногда смотрю National Geographic и какие-то другие сайты, пытаюсь понять или увидеть какие-то вещи, которые не вписываются в форматы нашего сегодняшнего мироздания, чтобы понять. И там очень много описывается про Египет. У них были технологии, с которыми мы сегодня не знакомы. Пирамиды. Некоторые говорят, о, еврейские рабы строили пирамиды. Нет, евреи строили из глины и сена какие-то кирпичи, которые наверняка так уж долго не стояли. Пирамиды – это какие-то мегалитические строения. И, возможно, даже не египтяне их строили, это досталось от предыдущих поколений, возможно, до потопных поколений. Но кроме пирамид там тоже было много чего. До сегодняшнего дня находят массу мумий. И как они могли мумицифировать все это до такой степени, что тысячелетие оно лежит? Сегодня нет таких средств, чтобы это сделать. Находят мумии, и когда делают им всякие рентгеновские или более серьезные исследования, то видят, что многие из этих мумий проходили при жизни операцию на голову. То есть там делали операцию на головной мозг. Это сегодня крайне сложная операция. И я думаю, что огромное количество таких операций увенчивается не успехом. А, видим, они делали. У них была развита культура, художество, краски, которые не выцветают тысячелетиями. Вы можете представить, как они разбирались в химических составах. То есть сегодня мы можем говорить, а, это какие-то там изображения. Но если мы вдумаемся, они достигали серьезных высот. У них было развитое сельское хозяйство. И, понятно, они обратили это все в поклонение идолам и Нилу. Но, если быть честными, они кормились и кормили полмира. Туда стекались люди со всей империи. И они научились очень многим вещам. То есть Египет выглядел, как райский сад. Там, понятно, было колдовство на высшем уровне. Мы помним, как конкурировали с Моше волхвы. И первые три чуда. Даже они смогли повторить вещи, которые на сегодняшний момент для ни одного колдуна. Но это недоступно, хоть сегодня наверняка тоже есть полным-полно колдунов. И, понятно, все это было завернуто в некий формат смерти. Потому что в Египте все подчинялось культу смерти. И вы наверняка помните такое божество, которое называлось Анубис. Такое видом человека с головой шакала. И как бы они готовились к смерти. Собой в могилы брали драгоценные вещи. Как бы вся вот эта мегакультура связывалась со смертью. То есть это было какое-то измерение. К сожалению, мы в какой-то мере тоже живем в этом измерении сегодня. Только все представлено по-другому. Но все там направлялось к смерти. И в противоположность этому в Евангелиях еще говорит такие слова. Мы переходим из смерти в жизнь. Другой формат, другое измерение. Но вернемся на минутку еще раз к Египту. Египет была очень серьезная держава. С очень серьезным управлением. И хоть там были и рабы, и господа. Все-таки там была возможность. И пускай не без божественной помощи. Но все-таки там раб стал премьер-министром. То есть там были какие-то правовые основы. Которые даже рабу позволяли добиться определенных успехов. И наверняка пример Иосифа. Это был не единичный пример. То есть это было нечто очень серьезное. И там было все так в определенной мере круто. Что на какой-то периоде, когда Иосиф попадает туда. И когда он выходит из тюрьмы. И так многие комментаторы, еврейские комментаторы говорят, задаясь вопросом. Почему Иосиф, обладая такой властью, наверняка деньгами, ресурсами, армией или там спецагентами. Не пошел и не навестил своего отца. А продолжал держать своего отца и братьев в неведении о своем существовании на протяжении 14 или более лет. И нет, там было меньше лет, когда он стал премьер-министром. Но все равно он мог достучать отца до отца. Ведь он наверняка скучал по своей семье. А расстояние там от места, где правил Иосиф, до его отца было пару сот километров. Это была ерунда для египетских военных пойти разыскать небезызвестного в Ханаане Иакова. Почему он не делал этого? Комментаторы говорят, что, живя в Египте, поражаясь всей вот этой вот мегакультуре, вдруг Иосиф наполнился идеей, что вот в этом месте он обоснует новый народ, который использует вот эти благосостояния Египта. И здесь разовьется и сделает то, что не смог в микромире сделать Авраам Ицхаквы Иаков, его отец. Мы знаем, что потом, когда Иаков и братья пришли в Египет, они убрали это поветрие из головы Иосифа. И уже умирая, Иосиф говорит, вынесите мои кости вместе с костями моего отца Иакова отсюда в обитованную землю. Но мы можем предполагать, что еврейский народ, живя в Египте, на каком-то этапе достаточно привык там. И живя там, им нравилось. Понятно, система закабалила их. Они были повинны налогами, работами, разными вещами. Но мы видим, когда они уже были в пустыне, они безостановочно роптали и говорили, почему мы не остались там. Там была колбаса и селедка, образно говоря. Там были огурцы, чеснок, то есть там были вещи, с которыми мы привыкли, с которыми мы вполне комфортабельно жили, несмотря на все прочие ограничения. Даже когда Моше, услышав голос Господа Бога, приходит в Египет и начинает говорить, возвращается в Египет, начинает говорить своим соплеменникам, пойдем. Некоторые говорят, не морочи нам голову. Ты сейчас спровоцируешь фараона сделать нашу жизнь хуже. То есть его идея не была так уж сильно поддержана от начала. Но в таком случае нам следует задаться таким вопросом. Помните, Моше стоит в земле Мадиамской, у горящего куста, «И голос из куста говорит, я услышал», то есть Господь Бог говорит из пламени горящего куста, «Я услышал вопль моих людей в Египте, и я хочу пойти и освободить их». Но если по выходу из Египта так много людей роптало, почему мы там не остались? Чей вопль услышал Господь Бог? Вы понимаете, о чем я говорю? Чей вопль Бог слышал? В Египте, когда большая часть народа, они как бы влились в эту мега структуру культурно-технологически-идольски. Я сомневаюсь, что они там уже прямо так были подчинены всей этой идельской системе. Может быть, кто-то увлекался, кто-то меньше, кто-то больше. Но они были привыкшие ко всему, они выросли в этом. Я вспоминаю мое поколение, которое не было довольно коммунистическо-социалистическими устроями. Но даже до сегодняшнего дня в Фейсбуке люди скучают по тому миру. Хоть понятно, и многие из нас видели все те корявые вещи, когда коммунистический мир пытался подавить инициативу. И до сегодняшнего дня дети и дети детей, тех, кто выросли при тех условиях, замкнуты внутри. И эти вот корни до сих пор не дают раскрыться. Но я сейчас не о социализме, я сейчас о Египте. То есть, кто же кричал Господу Богу? Чей крик услышал Небесный Отец? И как много было кричавших к Небесному Отцу, что Он призвал Моше и говорит, «Вопль Египте твоего народа, моего народа, еврейского народа, заставляет Меня избрать тебя, чтобы ты пошел». И вывел народ из Египта. Как много людей кричало. Вы знаете, чтобы понять эту историю, я на секунду оставлю Египет и перенесусь в Вавилон. «За грехи Израиля на 70 лет наш народ был уведен в Вавилон». То есть, в Египте 400 лет, в Вавилоне 70, а в Рассейне, в Великом Рассейне, кто-то вспомнит, какая дата? Сколько был еврейский народ в Рассейне? Я обращаюсь сейчас к моему маленькому залу. Кто-то помнит? Галут. Алпа и Мшана. Мы были 2000 лет в Рассейне. То есть, когда был разрушен второй храм, еврейский народ 2000 лет практически был в Рассейне. И только в последние 30-40 лет евреи стали 50 лет массово возвращаться в Израиль. Но вот Вавилон. И в Вавилоне Бог определил еврейскому народу быть 70 лет. Наш народ там, в Вавилоне, интегрировался достаточно хорошо. Некоторые говорят, что было до 2 миллионов евреев, живущих в Вавилоне. Возможно, и больше. Если мы читаем в книгах Неемии или Эзры, сколько евреев услышали калькуляцию пророка Даниила, который вычислил, что 70 лет рабства в Вавилоне закончились, то мы увидим, что только 42 тысячи евреев совершили алию тогда в Израиле из Вавилона. Если мы сравним эти цифры, это примерно 2-3% от всеобщего населения. То есть, мы видим, что вот эти 2-3% может быть чуть-чуть больше, может быть чуть-чуть меньше. Это реально кто понимает обстоятельства и вопиет Господу Богу. Значит, 97 или 95 остальных процентов населения не вопиет. Они привыкают, они приспосабливаются и живут. И как бы, ну, пусть эти обстоятельства сложны, но, может быть, раньше было хуже, а может, в будущем будет хуже, а может, в другом месте будет хуже. Вы знаете эту поговорку, там хорошо, где нас нету. И люди остаются жить. И я сейчас переношусь из Вавилона назад в Египет, а еще точнее в Мадиам. Господь Бог говорит к Моше, «Я услышал вопль моего народа». Как много людей вопило. Возможно, те же самые 2-3 процента, у которых духовное зрение было настроено на реальность ситуации значительно лучше, чем у 95-97 процентов остального населения, которые знали Господа Бога внутри и у которых внутри исход, выход уже был совершен, потому что они незримым образом видели другое. Они могли видеть вот этот технологически раскрученный Египет и значок равенства со словом «смерть». И они могли видеть трудные обстоятельства в пустыне, выход и постоянная нехватка чего-то, и стесненные обстоятельства, и противостояние, и значок равенства жизни, свобода жизни. Я хочу спросить каждого из нас сегодня, видим ли мы? Видим ли мы? Видим ли мы сегодня, как вещи этого мира захватывают нас и по Писанию они равны смерти. А есть другое, и именно про это нам нужно понять, когда мы собираемся за пасхальным столом. Есть такое выражение, что каждый еврей должен при соблюдении праздника Песах самолично выйти из Египта. Выходим ли мы из Египта? Или мы по-прежнему находимся в этом самом Египте? Я опять в Вавилоне. Даниил, он не так уж сильно страдал от погромов. Ну, у него были неприятности по службе несколько раз в жизни. Господь проявлялся, являл ему, но он был там тоже на очень-очень высоких позициях. Но богатство, роскошь его жизни, у него, по всей видимости, не было семьи, потому что по Писанию некоторые говорят, он был вообще евнухом. И вот он, наслаждаясь властью и позицией силы или достатка, не сильно заботясь даже о своей физической семье, вдруг чувствует внутри себя, пора уходить из Вавилона или пора уходить из этого Египта. Египет, Вавилон, мир. Это все одно и то же. Что же пробуждало его? Вы знаете, есть такое выражение в священных писаниях, которое говорит в синагогаидальной Библии, «Ибо дух Христов, сущий в нем, или дух Машиаха, который пребывал в нем, пробуждал в нем, несмотря на тот достаток, в котором он жил. То есть это не только бедные какие-то рабы, страдающие на галерах, кричали, «Господи, выведи меня от этого!» Это было откровение, которое пришло к людям, которые искренне, независимо от их социального статуса, стояли перед Господом Богом. И это был не только Даниил в Вавилоне. Один из псалмов, а именно 136-й, это псалом, который записали переселенцы в Вавилоне. И они тоже кричали из своей внутренности к Господу Богу. Вот их псалом, он говорит так, «При реках Вавилона, можно сказать, при изобилии Вавилона, реки Вавилона, это могли быть просто реки, а могли символизировать изобилие Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Сион, который в разрухе, и вот даже сегодня, живя в Израиле, которая в принципе является хорошей, развитой страной, живя здесь много лет, мы видим, что несмотря на всю эту хорошесть, есть много балагана, есть много, масса недостатков, которые в других местах легко были преодолены уже давно, а здесь они есть. И вот здесь эти переселенцы говорят, мы при изобилии Вавилона, при реках Вавилона сидели и плакали, вспоминая о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арбы, там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители нашей веселья. Пропойте нам из песней сионских. И когда здесь есть выражение «песни сионские» – это не какие-то еврейские напевы. Конечно, это может быть и так, когда в какой-нибудь компании в Москве или в Нью-Йорке люди говорят, «Эй, ребята, спойте нам что-то из еврейских песен», которые часто являются очень заводящими, наоборот. Но здесь, когда подразумевается песня Сиона, это те же самые слова, которые в внутреннем наполнении пели пророки, когда прославляли Господа Бога, когда пел царь Давид, даже преследуемый неприятелем. Это внутреннее соединение в гармонии с Творцом. И это тоже своеобразный исход из Египта, когда мы можем понять его. Суть откровения Моше или суть откровения Даниила или суть вот этих сидящих при реках Вавилонов. Они вдруг поняли, что все это вот крутизна мира, оно равно понятию смерти духовной. А вот это вот некая невостребованность, простота, даже опасность пустыни, оно равно жизнь. Слова Евангелия говорят об этом. Тот, кто идет за мною, от смерти переходит в жизнь. И это совершенно не значит, что верующий физически не может умереть. Да, все мы смертны, но уже сегодня мы можем совершить свой исход, своей внутренности, мы можем пережить вот этот бросок. Мы вырываемся, и мы чувствуем небеса. Когда Иаков и Иосиф просили похоронить их в Израиле, когда Даниил плакал и молился об исходе из Вавилона, сущий в них дух Машиаха раскрывал им грядущую жизнь. Они все вместе присоединялись к своему праотцу Аврааму, про которого в послании к евреям сказаны слова. Он, живя в этой земле, которая является как бы предверием небес, здесь не строил постоянного дома, а ожидал небесного грядущего града. Это все слова, но они все равно связаны с неким откровением. Я в своей проповеди пытаюсь поощрить вас, сказать, Господи, открой мои глаза. Это то же самое, что наполнило Пинхаса, когда он увидел грешащих Зимри и Казби исполнился гневом. Моше и Аарон, и другие лидеры Израиля в этот момент как бы не среагировали на опасность, но Пинхас исполнился гнева. Он схватил копье и убил этих грешащих, оскоряющих народ Израиля, потому что в своей внутренности увидел опасность опять возвращения этой величественной, крутой, мирской смерти. И это был не только он, Раав. Она не испугалась внутренней разведки Ерихона, но пошла и помогала соглядатаям, потому что в своей внутренности переживала этот исход. Таким же был Гидон, который собрал 200 человек и кинулся в бой против значительно, в сотни раз превосходящей массы врагов, потому что чувствовал, что обмиривание, объегиптивание, обвавилонивание, обфилистимливание, это все потерять, связь между грядущим. Он это отлично понимал, это отлично понимал Самсон, когда он начал устраивать провокации против филистимлян и пошел на верную смерть. Тот же исход совершал Авраам, что ему плохо жилось в Уре-Халдейском, и ему нужно было все эти испытания с женой, потом с Агарию, потом опять с женой, потом с жертвоприношениями. Они чувствовали, что они должны выйти. И пусть дела всех героев Писания разнятся друг от друга, все равно центровая и наполняющая идея. Это выйти, вырваться из Митраема, это совершить Песах, это позволить Богу наполнить нас другим, другой реальностью. Писание оперирует такими словами ум Христов, ум Машиаха, ум Авраама, Моше, Гедеона, Раав, Самсона, Пинхаса, все вместе. Это ум Машиаха. Когда мы начинаем оценивать вещи небесные значительно больше, это как раз то не пренебрежение еврейской культурой, а именно ум Машиаха. Это раскрытие принадлежности грядущему граду заставило Павла написать слова, что я все почитаю щитою, только бы приобресть мне это небесное. Принять ум Машиаха, Боже, сделай меня зрячим. Это стать светом, подобно как Ешуа сказал, высвет и соль. Это и есть совершать Песах, когда мы сидим за столом, едим, и обычно наши столы наполнены едой, символами какими-то. Но идея, чтобы внутрь себя впустить Божий Дух, который изменяет нас, настроение, это все то, о чем Руаха Кодеш через пророка Исаию говорит, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Понятно, в деталях это было пророчество о том, что галилеяне, которые во времена Ешуа жили в непосредственной близости от язычников, и уже многие из них были непонятно, поклоняются ли Господу Богу или согласны с этой языческой культурой, которая внедрилась в них. Вдруг увидели пришедшего Ешуа, через которого Господь свет свой и благословение давал исцеление и воскресение из мертвых. Даже это не совсем то. Исаия здесь говорит намного глубже. Он говорит, свет великий просиял, когда мы внутри, цепляясь за Ешуа, Сына Божьего, воскресшего из мертвых, вдруг стремимся от земного к небесному и повторяем, как в Откровении написано, и дух, и невеста говорят, гряди, когда вдруг мы начинаем понимать, что это бренное. Даже это бренное может быть очень красивым, но в одном фильме не христианском. Один монах говорит на вопрос, я уже говорил этот пример, на вопрос повелителя, ты что, не дорожишь своей жизнью? Он говорит, не совсем так. Я как бы не держусь за нее. Я вспоминаю историю, евангельскую историю. Она записана в Евангелии от Марка, когда слепец один кричал к Ешуа, просвети меня, и тот, плюнув на землю, сделал брение, помазал ему глаза. Он говорит, помой. И тот говорит, ну что сейчас? И он говорит, вижу. Вижу проходящих людей, как деревья. Тогда он возложил на него руки опять и помолился за него. А сейчас? Он говорит, а сейчас вижу четко. Вы знаете, большинство из нас, даже рожденных свыше, то небесное видят, как людей проходящих, но видят их, как деревья, как что-то смутное. И Павел говорит об этом. Мы сейчас видим, как бы, через размытое стекло, но намного важнее, чтобы наши глаза просветились. Моя молитва, чтобы Руаха Кодиш в эти дни просвещал наши дома, потому что разделение между верующим, принадлежащим Богу, и неверующим, оно может быть раскрыто, когда мы видим его, когда мы сейчас переживаем его. Такое случилось с Павлом. Павел, Равшауль, когда он гнал, а потом Господь явился ему, и он от переживания этой славы вначале ослеп, а потом Анания возложил на него руки, и он прозрел. Это и есть Песах Господень, чтобы прозреть. Выйти из реальности или привычки Египта, выйти из измерения Египта и попасть в другое измерение. Мог бы ты подыграть чуть-чуть? Я хочу сейчас помолиться за нас, и мы продолжим нашу программу. Прошу Тебя, Небесный Отец, прошу Тебя, Господь, чтобы за эту неделю каждый из нас возжелал переживать этот исход. Здесь не совсем идея, чтобы мы прямо так эту агоду прочитали, чтобы у нас она от зубов отскакивала. Здесь идея глубже сойти на более глубокий уровень. Господь ищет нас в этом. Не кажется ли вам, нам, всем нам, что многие из нас достаточно на поверхности плавают, попривыкли, все хорошо? Прошу Тебя, Боже, просвети глаза, сердца нашего. Прошу Тебя, Господи, дай постигнуть со всеми святыми, что есть глубина, высота и широта, чтобы уразуметь превосходящее разумение и любовь Мессия. Прошу Тебя за каждого из нас. Я прошу Тебя, Господь, также о насущном, об укреплении физическом, ментальном и моральном, об обновлении, о том, чтобы наша внутренность исполнилась благостью Бога и укрепилась для болящих, прошу, для тех, у кого есть какие-то страдания внутри. Но я молю Тебя, Господь, за нашу голову и за наш дух сейчас, чтобы Ты просветил наши внутренние глаза, очистил. В откровении сказано, попроси у меня крем, помажь глаза свои, чтобы видеть. Боже, помажь глаза наши, чтобы нам видеть реальность и понимать, кому мы принадлежим и посреди чего мы живем. Я прошу Тебя, Небесный Отец, будь милостив к нам и дай Твоему народу сверхъестественное откровение и знание. Пусть Бог благословит нас, всех нас, всех нас, не говорю вас, всех нас, потому что все мы нуждаемся в Его милости, откровении и поддержке. Я желаю вам шаббат, шалом, здоровья, крепости, исцеления тем из вас, кто страдает, или вашим близким, которые болеют. Прошу Тебя, Божия, прояви Свою славу, милость и силу. Вашем Ишуа Машех. Амен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok